МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Труппа Народного молодежного театра «Крылья» открывает торжественную церемонию закрытия 7-го открытого окружного фестиваля молодежных театральных коллективов «Взмах крыла». В зале – зрители, участники и почетные гости. В этот раз на сцену также поднимаются лауреаты первой степени и обладатели гран-при третьего детского театрального конкурса «Наш дебют», который проводится в рамках молодежного фестиваля. Дипломов и подарков немало. Меня удивляет энтузиазм вообще всего этого дела. Я не могу сказать, что были спектакли чудные совершенно. Ну, сколько раз говорить об «Крыльях» самом по себе спектакле этого именно коллектива, да? И заканчивая этими малышами, которые выходят, они хороши своим энтузиастам. Вручить награды лучшим театральным коллективам в этот раз смогли представители художественного совета фестиваля. Артисты, режиссеры и педагоги Вячеслав Списивцев, Василиса Теплякова и Арман Хачатрян, а также почетные гости – актриса Лариса Шихворостова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова, председатель окружного общественного совета Мариана Кристалинская. Они отметили лучших молодых режиссеров и артистов, вручили специальные премии и награды за полет души, а также спектаклем года. Главный приз – сертификат на 30 тысяч рублей – получил независимый коллектив «Не театр». Студенты 4-го курса Института театрального искусства имени Кобзона представили сразу два спектакля – «Луга» по произведению Антонио Галла «Зеленая луга Эдема» и «Без окна» по одноименной пьесе «Каркушина». Они сами, без мастера, ставили эти вещи. Конечно, кто-то скажет, что это еще несовершенно, но это очень качественное, очень творческое, замечательное начало. И мне кажется, что мы еще увидим этих прекрасных ребят, блистающих на подмостках самых лучших театров не только Москвы и Московской области, но и нашей великой страны и за рубежом. В труппе «Не театра» меньше 20 человек. Ребята серьезно готовились к выступлению. Признаются, что выходить на сцену – это большая ответственность. Играть и ставить спектакли сложно, но результат достигается лишь кропотливой работой и постоянными репетициями. Молодому актеру Андрею Сычеву получить главный приз было приятно, но это признается не главное. Важна сама игра и то, что артисты пытаются донести до зрителя. Поэтому по личным ощущениям ему ближе оказался спектакль «Луга». Наверное, какой-то своей идеей, сверхзадачей, которую мы пытались преследовать, донести до зрителя, она заключается в том, что вне зависимости, был ли театр или будет он, есть такая вещь, как альтруизм, как чистое желание играть, творить, и что у этих людей, которые выходят на подмостки, у них бьются сердца, они готовы биться, разбиваться, но выходить играть. Думаю, как-то мы про это хотели сказать в нашем спектакле. Всего в этот раз спектаклями года стали 9 работ. Театральные коллективы смогут представить эти спектакли на главных культурных площадках Одинцовского округа. Гастроли организует оргкомитет фестиваля «Взмах крыла». Я уверена, что зрители, еще раз увидев эти спектакли в разных-разных точках нашего округа, скажут, что это самые крутые и интересные работы, что не нужно ездить куда-то специально, а нужно просто прийти на фестиваль «Взмах крыла» и увидеть все самое прекрасное. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.